Песня. Дорогие отцы, братья и сестры, прихожане, паломники Святаго Храма Сего, сегодня великий день, день Пятидесятницы, день Святой Троицы, престольный праздник этого Святаго Храма, и этот праздник вмещает в себя многое великое. В день Пятидесятницы мы мысленно обращаемся к тем дивным делам, которые Господь совершил, когда изводил народ еврейский из земли египетской, когда в течение 40 дней, когда в течение многих дней сначала Господь показывал великие чудеса в земле египетской, чтобы посеять веру в сердцах временных жителей египетской земли, в сердцах евреев, чтобы они уверовали Богу и Его посланнику Моисею. Господь удивительным, совершенно нечеловеческими силами изводит людей из египетской земли, и на день Пятидесятный Господь является Моисею, вручает ему закон, открывает ему в ту меру, в которую люди тогда могли вместить всю правду о том, как надо жить, чтобы жить, чтобы выжить на этой земле, и с этим законом оставляет людей. В этот же день мы вспоминаем и то, как пришедший на землю Бог, Господь наш Иисус Христос, воплотился от преснодевы Марии, как Он стал человеком, прожил жизнь человеческую, и также совершенно невмещаемыми человеческим умом, силами и чудесами возгревал, сеял веру, веру в Сына Божия в сердцах человеческих. А после проповеди мы вспоминаем то, как Господь совершил дело спасения, крест, страсти, смерть, воскресение и вознесение на небеса. И сегодняшний, Пятидесятый день, мы молитвенно сопереживаем, мы проживаем, не просто вспоминаем, а мы сегодня проживаем вот это удивительное событие, когда Третья ипостась Святой Троицы, Дух Святой, снисходит на апостолов, снисходит на Церковь, которую Господь Иисус Христос создал своей честной кровью. В сей день родилась Церковь, полнота благодатной жизни, человеческой в Боге на земле. Мы сегодня это все вспоминаем, мы переживаем. Каждый, наверное, вспоминает и день своей Пятидесятницы. Каждый из нас, кто был крещен, сподобился сошествию Духа Святаго в миропомазание, которое совершал священник после крещения. Каждый священнослужитель мысленно вспоминает и иные действия благодати Духа Святаго, когда совершалась хератония, диаконская, священническая или архиерейская, когда эту благодатью рождалось новое существо, новое естество, новое служение, христианина, диакона, священника, архиерея. О чем стоит поразмышлять, сказать в сей день? Вот сейчас оканчивается весна, входит в свою пору лето, и мы видим, как действует Господь, как земля, которая была покрыта снегом, скована льдом, на которой не было никакого зеленого росточка, ни цветочка, ни плода, когда она согреваема бывает солнцем, овивается ветром, омачивается дождем, то на этой земле вырастают какие-то сначала небольшие росточки, потом они входят в силу, расцветают цветами, а впоследствии приносят плоды. И не бывает такого, что человек сажает на своем поле, на своем огороде какое-то семя, пшеницу или картофель, или какие-то другие плоды. Бывает так, что что он посадил, то и вырастает. Посадил пшеницу, вырастает пшеница. Посадил картофель, вырастает картофель. Единственное, что он подобает, это пропалывать от сорняков, вскапывать, возделывать, чтобы безбедно, безболезненно, без преткновений росло растение и взращивало свой плод, чтобы потом его можно было собрать. И когда мы сегодня в церкви размышляем о сошествии Святаго Духа, то стоит для понимания этой тайны посмотреть на ростки, на цветы и на плоды. Если человек сеет доброе семя, то взрастает доброе. Если сеет худое, то взрастает худое. В нас Господь при миропомазании всеил доброе семя. То же, что он не спослал на апостолов. Благодать Святаго Духа. Он всеил для того, чтобы оно взрастало. Худого не сеял. В каждом из нас посеяно святое семя, святость, которая должна возрастать. Уже достаточно много лет назад мне довелось видеть очень интересную, меня удивившую, вразумившую во многом картину. По благословению архиерея, весной, в самом начале мая, с группой паломников мне довелось посетить Святую Землю, Палестину. Мы ехали из Иерусалима в Галилею, на Галилейское море, озеро, и проезжали такие места, где ехали вдоль реки Иордан. Иордан разделяет границу двух государств. По одну сторону находится Израиль, по другую сторону Иордания. И что-то привлекло взор, не понимая что, стал всматриваться, вдумываться. И тут понимаю, что мы едем вдоль этой границы, река разделяет две стороны, колючая проволока, но они принципиально отличаются одна от другой. Мы едем по дороге, вдоль которой с обеих сторон все цветет. Пальмы, финики, лимоны, апельсины, все просто пышет зеленью. Огромные деревья, накрытые от птиц, ухоженные, колючая проволока, другой берег, а там каменная пустыня. Там ни кустика, ни цветочка, ни росточка. Там какая-то мертвая земля. Что это? Почему? Одно и то же солнце светит, одни и те же дожди, но не может быть такого, что с той стороны солнце не светит, а здесь светит, что там дожди и ветры отсутствуют, а здесь они в изобилии. Нет, одинаковые совершенно условия. Та сторона, по которой мы едем, она полна в изобилии и растениями, и плодами, а там все мертво. Почему так? Мы проезжаем еще несколько минут времени, и вдруг вижу, что и на этой стороне обрывается, заканчивается изобилие плодов земных. Заканчиваются вот эти цветущие сады и точно такая же пустыня, как и на том берегу. Но вот на том месте, где закончились цветущие сады, работают два трактора. Они ворочают камни, они расчищают вот эту пустыню, совершают огромный труд. Я понимаю, что вот эти сады, которые только что видел, они не сами по себе выросли, что огромный труд прилагают люди для того, чтобы расчистить от камней, от песка, от этой безжизненной пустынности, чтобы добраться до земли, чтобы завести какую-то землю, посадить на нее семена, и они взрастают. Когда возвращались, еще раз посмотрел на эти два трактора, которые работали, не переставая, вернулся домой. Но так получилось, что по осени вновь пришло благословение, вновь посетить Святую Землю, там были свои какие-то поручения, и опять ехал по этой дороге, смотрел и направо, и налево, вижу, та же картина, справа пустыни безжизненные, слева цветущие сады, думаю, интересно, а что же там, где эти два трактора копошились? Место было приметное, поворот, доехал, дождался и вижу, что тракторов уже нет, они дальше работают, а здесь расчищенная, насыпанная, хорошая, добрая земля, уже посеяны растения, растения, и они уже выросли до какого-то уровня. Вот плоды трудов. Почему сегодня, вспоминая об этом, этот образ приводится на память? Все мы, это земля, в которой Господь день Пятидесятницы, нашей Пятидесятницы посеял, вот эту благодать, но могут жить рядом или стоять в храме рядом два человека, и душа, и жизнь, они могут отличаться, вот как два берега Иордана. На одном никаких проявлений жизни, все мертвое, а у другого человека живет, изобилует плодами, его жизнь, его христианская жизнь, его душа. От чего? От того, что один человек прилагает к тем плодам, к тем дарам, которые ему Господь даровал, прилагает свои труды, как эти два трактора. Он не сидит, не спит, он трудится, он старается возделывать землю своего сердца, чтобы те семена, которые Господь посеял, чтобы они проросли. А другой человек этого не делает, и остается и сух, и мертв, и без жизни. И вот в этот день хочется пожелать себе и всем вам вдохновиться, вдохновиться вот теми знаниями, которые мы знаем, тем, что мы знаем о Боге, о Его делах, проникнуться теми дивными чудесами и уверовать во Христа, чтобы у нас появился мотив желания трудиться над своей душой. И чтобы те дары, которые всем одинаково были розданы, в день нашей Пятидесятницы, сегодня эти семена обновляются, чтобы у нас появилось желание и намерение, и чтобы мы положили, полагали эти труды над своей душой, так, чтобы изменялась почва нашего сердца, чтобы на ней произрастали добрые плоды благодати Духа Святаго, чего хочется пожелать каждому и каждой и себе и всем вам. Особо хочется в сей день поздравить снова и снова настоятеля Святаго Собора сего, протерея Николая, которого вчера Святейший Патриарх Московский в Сея Руси Кирилл удостоил высокой награды патриаршей ордена преподобного Серафима Саровского, отца Константина Карипанова, которого Святейший Патриарх удостоил медали ордена Святителя Иннокентия. Вы умножаете плоды, умножаете дарования, продолжайте даже до последнего вашего дня. И, конечно, сегодня нельзя не поздравить и не сказать доброе слово двум рожденным сегодня пастырем Ирею Максиму и Иеродиакону Афанасию. Вы тоже долгое время шли к этому дню. Вы трудились над собой, учились, служили. Сегодня новый этап в вашей жизни. Отцу Максиму подобает теперь не только учиться, но и учить. Отцу Афанасию не только учиться, но и служить алтарю Божию. Хочется пожелать, чтобы вы это служение несли с удовольствием, с радостью, чтобы это было для вас не бремен, который будет вас сгибать, который будет вас отягощать, а пусть это будет для вас ежедневной радостью, которую вы будете осязать в своем сердце, с которой будете приходить в Церковь Божию и к людям, которые здесь ожидают милости и благодати Божией. На многие благие лета желаем доброго служения. А всех вас вновь и вновь поздравляем с Сим Святым Днем Рождения Матери Церкви. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!